Михаил Акименко, который заявлен был в этом турнире, не выступает здесь, но зато есть все остальные участники. Вот Никита Курбанов сейчас на ваших экранах, и смотрите, легко, красиво, очень преодолевает высоту 2 метра 23 сантиметра. Перед ним прыгал Никита Онищенков и не справился с этой высотой, а вот Курбанов, смотрите, очень и очень... Очень хороший, очень мне нравится этот прыгун, замечательно просто выступает, но вот травма немножко его остановила, так в развитии. Сейчас я думаю, что все вернется. Да, Матвей Рудник сейчас тоже на ваших экранах, и его попытка на 2.23 пока без проблем. Ну, Матвей так бывает, он без проблем, без проблем, а потом раз, вроде бы, оказалось, да, и сразу там у него нет попыток со второй, третий раз, и все, просто не взял. Пару стартов таких было, надеемся, что сегодняшний старт не из-за этого. Давайте, удачи, пожелаем ему. Ну, к сожалению, нет. Пока нет. Да, да, да. Илья Иванюк должен следующим прыгать. Нас впереди еще ждут эстафеты. Очень хорошо, что стали практически вот на всех основных стартах официальных эстафеты проводить, и это здорово, интересно. И регионы борются, и спортсменам есть возможность вот эту эстафетную историю не забывать. Ну, не перенес, просто будет с нее. Пропустил, да, пропустил. Он пропустил. Никита Онищенков сейчас на ваших экранах. Его вторая попытка на 2 метра 23 сантиметра. Казалось, что все, да, но попытка-то берущаяся была, и я думаю, что... Лидирует по-прежнему Юрченко, 16-30. Да, 5 сантиметров всего проекта. Рудник сейчас на ваших экранах, и он берет эту высоту. Молодец, да, да. Молодец, красиво. Справляется со второй попытки. Там Илья Иванюк его поддерживал. Очень общительный парень. Я про Иванюка уже, конечно, говорю. Такой очень доброжелательный всегда, улыбчивый всегда такой. К людям очень по-доброму ко всем относится. Ну, вот поддержки Сергея Морозов сейчас. К организаторам соревнований тоже. Да, 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 это правда. Всегда на позитиве, что радует. Ну, что, Морозов, о котором мы сожалели, да, что он там чуть-чуть, чуть-чуть. Да, 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 вот вторая попытка его. Ну, это хуже сильно. И разбег такой стелился он сейчас по разбегу. Хотелось, чтобы приподнялся немножко, а он такой чуть-чуть. Да. Да, вот Никита Онищенков сейчас на ваших экранах просит поддержки зрителей, которые там стоят в... Прямо за сектором есть несколько таких группок. Да и с трибуны помогают. Но основные сидят на трибуне, потому что на трибунах, козырек над трибунами, здесь есть тень, поэтому трибуны, вот, конечно... Да и видно очень хорошо. Да, и видно хорошо отсюда, это правда. И вот так Никита Онищенков, его третья попытка. Ну, нет, Онищенков выбывает из борьбы. Пока он идет третьим, делит третью позицию, но Илья Иванюк же еще будет 2.26 прыгать и... Никита Курбанов пока у нас лидирует. С первой попытки он все преодолевает, в том числе и 2.23. Рудник со второй взял 23. И вот сейчас третья попытка у Сергея Морозова. У нас пока четыре участника здесь осталось. Ну, вот, если Сергей сейчас возьмет, то перейдет на следующую высоту. Да, Илья Иванюк, прыгнув в Москве там на 2.34, он вышел в лидеры мирового сезона. И, в общем, это очень такой хороший был, интересный, неожиданный даже для него, да, прыжок. Ну, когда много зрителей, когда хорошая поддержка, а он этому очень подвержен. Он вот это его заводит сразу, он, вот он в этом плане молодец большой. Его или заводит вот эта борьба в секторе, или поддержка, ну, наверное, как и всех должно быть. Но он вот так, прям видно, как это его подстегивает. И здесь начинается пятая попытка. И вот как раз попытка Никиты, давайте посмотрим. Ну, вот смотрите, прям вот чуть-чуть, да, он там сбил. Ну, вот трое всего остались в секторе. Ну, все равно для Иванюка это очень здорово, потому что одному-то в секторе находиться не очень комфортно. Хотя для многих, наоборот, очень хорошо кажется, да, вот один, что хочу, то и делаю, соперников нет. Но Илья не такой, его нужно, чтобы его соперники его поджимали, заводили его. И в этом соперничестве мы много раз видели, он показывает блестящие результаты. Ну, и здесь хорошо. Ой, как же он красиво прыгает. Вы не представляете, что сейчас здесь творится на стадионе, как ему аплодируют. Замечательно. Илья, лидер, 2.26. Настичь Илью Иванюка по преодолению высоты. А Никита может, да, да, может Никита это сделать. Вообще, это его личный рекорд. Ну, вот. И он еще более упрочивает свое лидерство. Ну, и вот и Никита, вторая его попытка. Не, разбегался уже, но разбегался совсем было. Видно, что он, ну, это не разбег был. Он вроде что-то поменял в разбеге там и, видимо, как-то сбился чуть-чуть. Соперничестве на хорошем стадионе, в хорошую погоду. Единственное, я не вижу там его тренера, Роберта Геворкяна. Может быть, он один приехал сюда. Ну, может быть, где-то его просто не видно. Илья Иванюк ему подсказывал. Мы уже говорили об этом. Что-то, по ходу. Вот сейчас. Переждает он ветер. Немножко стоит там. Вот стоит посредине сектора вот эта стойка с полоской, с этой, которая ветер показывает. Но идет время, минута отводится на попытку. Нет, к сожалению. Ну, было немножко получше, но, в общем, недостаточно, конечно, не взлетает. Шесть. А у нас Илья Иванюк. Один. Да, остается. 2.30 Илья поставил. И сейчас его первая попытка на этой высоте. Нет. Пока нет. Но, зная Илью... Ну, тут ошибка была, да. Он явно близко подошел к планке. Что-то ему надо поправить. Мне казалось, что он просто влетел в нее практически. Понимает, что там технически надо подправить. Подправит, подправит. Я думаю, что сегодня должен справиться. Столько народу собрались на него смотреть. А у нас уже к старту готовятся эстафеты. 4 по 400... О, по 4 по 100 метров первая эстафета. Да, ну, это попытка, вы видели, была даже там... Это Вадим Бубнов сейчас. Вадим Бубнов, да. Он идет на шестом месте. Ну, а у нас вторая попытка. Ильи Иванюка. Видите, он очень быстро, мне кажется. Уже быстрее, чем минуту там ему полагается. Он уже там... Ой, какая-то попытка была лучше. Она была лучше предыдущей. Но пока, к сожалению, неудачная. Но у него есть еще одна попытка. Давайте посмотрим. Видите, вылетел он туда, но, к сожалению... Два индивидуальных вида у нас осталось. Прыжок высотой. Это третья попытка Ильи Иванюка. И посмотрите, что он делает. Он легко справляет. Посмотрите, какой запас был. Вот так. Два тридцать. Поправил. Поправил просто. Все сделал. Красавец, да? Ну и следующая высота. Два тридцать пять. Что логично. Уже говорили. Лучший результат сезона. Два тридцать четыре. Лидер мирового сезона Илья. И вот сейчас он хочет еще на один сантиметр эту высоту поднять. Приподнять. Еще более упрочить свое лидерство в мировом сезоне. Да. Не зря мы оставили Илью на... На сладкое. На сладкое, да. Да, 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 да. Ну и два тридцать пять. Уже стоит высота. Илья уже готов к ее преодолению. Сейчас там готовится эстафета четыре по сто мужчины. Да, тут два забега у нас. Ну и попытка Ильи. Улья, Илья? Да, нет. Ну, он, видите, показывает все нормально будет. Планки. Планки сказал. Да, давайте сейчас посмотрим с этой стороны. Команда Краснодарского края. Брянской области и Ульяновской. Они так. А у нас Илья Иванюк и два тридцать пять. Вторая попытка. Нет, к сожалению, нет. Но у нас есть еще одна попытка. Нет, он не будет больше прыгать. Вот сейчас он... Давайте посмотрим сейчас. Он показал сейчас, что он не будет прыгать. Вот это его завершающее сальто. Устал, устал уже Илья. И это сальто. Это всегда заключительный вид его программы. Он всегда его исполняет, когда заканчивает. Видите, подошел, подходит к судям. Обратите внимание, он благодарит всех судей, которые работали. Субтитры создавал DimaTorzok